Доброе утро, мои дорогие мамочки! Записываю видео, сегодня 8-е у нас еще ноября. И сегодняшняя тема пришла мне с утра вот так же по обычной молитве, да, что сегодня приготовить как пищу. И мои дети сегодня заболели, и они плачут, 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 плачут. И знаете, ничто в моей жизни меня так не раздражает, и не вводит в состояние стресса как плач. Сегодня мы поговорим о детском плаче. И вообще о плаче. Почему же нас так сильно раздражает плач, и о чем это нас может научить? Итак, если вы откроете интернет и посмотрите различные ресурсы, они скажут, что плач, он воздействует на разные сферы. Во-первых, это звуковой уровень, да, когда плач, долгий, постоянное нытье, наши, как бы, уши, да, вот, звуковое восприятие, звуковое, происходит стресс определенный. И из-за того, что мы стрессуем, у нас начинается подниматься температура, мы начинаем потеть, горячее, то есть вот такие вот эффекты возможны, да. Почему это происходит, если вот ребенок плачет, да, что мама чувствует? Что что-то случилось, и нужна срочно помощь. И когда мы помочь не можем, этот плач, он нас начинает просто очень сильно доводить. Потому что организм, он стремится понять и решить проблему. То есть плач, ребенка, вот, слышите, да? И когда мы наблюдаем за плачем, наше материнское внутреннее состояние, да, что плач это маячок к тому, чтобы решить проблему. И когда кто-то плачет, мы бежим, узнаем, и наша задача ее решить. Но когда плач постоянно, и мы не можем помочь, да, то это вводит в определенную депрессию, состояние уныния, беспомощности, да. Как бы по природе нам не свойственно чувствовать себя комфортно, когда кто-то плачет. Я помню, я опекала одну девушку давным-давно, и я помню, она рыдала, вот просто рыдала в голос. Я не могла находиться рядом спокойно, то есть меня все выворачивало наизнанку, потому что я понимаю, что человек плохо, а я помочь не могу. И вот это вот состояние плача, именно детский плач. Я не знаю, как у вас, но в моей жизни наиболее... Нет ничего настолько невыносимого, как плач детей, особенно очень долгий. Если вы зайдете еще раз в интернет и посмотрите различные воздействия и влияния, то вы там увидите, что плач своим уровнем вот этой вот расстройства влияет на наш уровень кортизола, понижает этот гормон, мы чувствуем стресс, он увеличивается. Соответственно, наш день от большого количества плачей, да, наш день все больше и больше становится унынием. А если плач постоянный, и, допустим, вот почему самое тяжелое время, когда дети болеют, да, потому что они постоянно плачут, им нужна помощь. Еще я упомяну такую вещь, что детский плач использовали для пыток заключенных вот в тюрьмах, и включая им на продолжительное время детский крик и плач, люди сходили с ума. И теперь давайте с вами подумаем, какой мы можем урок вынести из этого плача. Это будет касаться как верующих, так и неверующих людей. Я с вами вместе прочитаю Евангелие от Матфея, Библия. Вместе читаем. Вот моя Библия, покажу вам свою Библию. И мы будем читать Евангелие от Матфея, 13 главу, 47 стиха. Кстати, у меня по этой главе, по этим стихам есть детский библейский урок. Ссылочку я оставлю под этим видео, вы можете показать деткам и посмотреть сами растолковку этого текста. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Из идут ангелы и отделят злых из среди праведных, и ввергнутых в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Писание ясно объясняет нам, что для злых, для неверных, для тех, кто не раскаялись в своих грехах, они будут однажды отделены и ввергнуты в печь, где будет плач и скрежет зубов. А теперь подумайте, мы с вами находимся в состоянии такой агонии, когда мы слышим детский плач несколько дней подряд. Неделя это уже просто невозможно. Люди сходят с ума от постоянной пытки плачем. Вечность реальна. И плач и скрежет зубов в аду реален. Поэтому всякий плач ребенка дает нам некоторое напоминание того, где мы может, возможно, кто-то из нас проведет вечность. Но тех, кто намеренно стремится ко злу, намеренно стремится ко греху, и это страшно. Но каждая мама, которая сейчас смотрит меня, будь то верующая или неверующая, осознает и понимает, и каждый папа, я думаю, да, потому что папы тоже участвуют в этом, что такое плач и как он на нас влияет. В вечности всякое зло, всякий злой человек, неверующий человек, об этом говорит Писание, это не я вам говорю, это Библия говорит, будет вечно пребывать в плаче и скрежете зубов. Вечно. Мы с вами пять дней, семь не можем, а это вечность. Поэтому я, когда прохожу такое, я все больше и больше возрадоваюсь. Господи, спасибо Тебе, что Ты избавил меня от вечных мук ада, что Ты избавил меня от вечного плача, потому что я и пяти дней-то не могу выдержать, как мне тяжело. Мне сегодня очень жаль тех, кто выбирает злые пути. И мой призыв сегодня к таковым – одумайтесь, опомнитесь, вечность – это как океан. Жизнь наша по сравнению с вечностью – это как капелька в океане. Океан – безграничная бездна, безграничная масса воды. И что наша жизнь сегодня? От силы 70-80 лет, а то и меньше. И унести нас может в любой момент, если мы не задумываемся о вечности сегодня, если мы не задумываемся о том, что же такое будет ад, то плач и вот эти вот стоны, которые нас так сильно сегодня раздражают, хороший момент – задуматься, на что будет похоже вечность в аду. Я молюсь сегодня о тех, кто еще не принял Господа Иисуса Христа, Спасителя, о том, чтобы вы задумались о том, насколько это страшно. И я молюсь о вас, мамочки, кто уже имеет благодать Христа, имеет вечную жизнь и спасение во Христе. Возрадуйтесь, потому что это временно. Это временно, и оно закончится. Оно закончится, и мы с вами все вместе будем иметь мир Божий, радость, восклицать на небесах с ангелами и петь хвалу Господу вечно. Благодарю Бога, что Он особенным образом касается вас и призывает вас к небесам. Пожалуйста, все желающие, кто хочет помолиться, кому необходимо одеть покрывало, пожалуйста, оденьте покрывало, и будем молиться в едином духе. Господь, я благодарю и славлю Тебя за то, что Ты наш чудесный Бог, и что Ты даже здесь приоткрываешь нам чуть-чуть и даешь возможность задуматься, на что похоже муки, ада, на что похоже тот плач и скрежет зубов вечный для всего зла. Боже, мы понимаем, что это реально. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, прикоснись к каждому сердцу, которое еще не уверовало в Тебя. Призвать имя Твое и прославить Тебя, Господь, своей жизнью, призвать Тебя и прийти к Тебе, Господь. Для тех, кто уже уверовал, Господи, проходя эти трудности и испытания сегодня, завтра, в этой жизни это ничто по сравнению с вечностью и радостью, которую мы все будем иметь в Тебе. Слава Тебе, наш великий Господь, да будет имя Твое благословенно и прославлено в наших жизнях. Аминь. Дорогие сестрички, сколько мы имеем в Иисусе Христе благодати, сколько мы имеем радости в Нем. Пусть Ваш день наполнится этой радостью сегодня. Дорогие сестры, у нас существует телеграм-канал, ссылочка на этот телеграм-канал будет под этим видео. Если вас касается то, о чем мы здесь говорим, если вас особенно сейчас и Господь каким-то образом призывает к молитве, покаяния, к общению с верующими, пожалуйста, добавляйтесь к нам. Там собраны сестры, которые раскрывают и изливают свои трудности сердца в молитвах. Мы просто делимся, особенно теми общения, что происходит в отношениях с мужьями, с детьми. Мы друг друга поддерживаем. Те, кто уже справились с какой-то проблемой, делятся, как можно поддержать. Мы обсуждаем сложные вопросы. Кому очень тяжело и кому нужна личная поддержка, у нас есть вкладка о том, чтобы направить вас к душ-попечителю, который может лично с вами пообщаться в группе. И очень много труждающихся и обремененных мам, которые реально нуждаются в общении, в помощи, в поддержке. Если у вас нет деток, это не страшно. Пожалуйста, добавляйтесь к нам. Если вы женщина, если вы хотите иметь общение. Благословения, дорогие сестрички. Увидимся. Пока-пока.